Ребята, всем привет! Сегодня мы играем в игру, которая называется Horror Tycoon. Это, насколько я поняла, это в общем демо-версия, полная игра будет позже. Вроде как это симулятор комнаты страха, точнее обустройство комнаты страха. Мы будем делать какие-то страшные локации, типа аттракцион, и привлекать сюда людей. Вот что-то типа того. Насколько я поняла, если я правильно прочитала описание, а я могла ошибиться, вы знаете. Так, ну что, начнем, да? Это адвокат говорит. Я займусь последней волей вашего отца. Он оставил вам после смерти все, что у него есть. Недвижимость, деньги, акции банды. Также у него были некоторые уникальные товары. А также вы получите bloodline контракт. Я не знаю, что это. А, это кровяной, кровяной контракт с дьяволом. С 1666 года у нас такие контракты. Так, вам нужно получать человеческие души. Согласно контракту. И он останется в силе. Этот контракт до тех пор, пока вы не умрете и не передадите бизнес вашему наследнику. Если у вас нет кровных родственников, ну, контракт окончится. Но перед тем, как вы пойдете, я должен упомянуть то, что если вы не сможете предоставить необходимые души, ваше существование будет немедленно прекращено, и вы будете гореть в аду целую вечность. Все, а теперь подпишите контракт, естественно, кровью. А, то есть это не чисто, да, этот самый? Это не парк развлечений. Так, значит, bloodline agreement. Так, ага. Так, между мной и Люцифером заключается контракт. Ага, угу. Так, мне нужно за календарный месяц выплачивать определенное количество душ. Хорошо, хорошо. Так. Ага. Ага. Так, да? Да-да-да. Я всегда все договоры я читаю. Нельзя подписывать все просто так. Ну, да-да-да. Amendments. Ага. Print name here. Уин. Уин. Честер. Смотри, как они красиво сделали. Вот это да. Вот это да. Прям, типа, я написала, и они курсивчиком сделали. Все, я подписала сделку с дьяволом. Кременую, как я сказала. Так, подождите. За мной, за мной важная информация. Секундочку. Так, вот так. Так, туториал. Добро пожаловать в хоррор тайкун демо. Это мое лицо. Рассказывают, что здесь какой-то, блин, серийный убийца бродит. Так, ну, это вот эта наша комната страха. Next. Это меню строительства. Оно позволяет вам распределять стены, полы, двери и etc. Ага. Это меню страха. И оно позволяет расставлять страшные всякие аттракционы, чтобы напугать гостей. Так, когда размещаем. Синяя сфера. Это триггер зона. Куда должны попасть гости, чтобы активировать ловушку. Меню декора позволяет размещать декорации. Ну, все то же самое. Так, prefab room. Меню allow to place for the... А, и там просто уже целые комнаты можно размещать. Ну, как в любом тайкуне. Ага. FX меню позволяет распределять специальные FX айтемы, как молния, огонь, дым и так далее. Это спецэффекты, да, какие-то. Меню финансов показывает, значит, что у нас там по денюжке. В демке оно отключено. Нажмите to close the current menu. Нажала. Не нажала. Так. Поменяйте имя вашего дома. Да, мне нравится, нормально. Так, контролируйте скорость игры. Ага. Когда вы успешно напугаете гостей, вы получите репутацию страха. Чем она выше, тем более сложно будет напугать гостей в следующий раз. Если уровень страха слишком высокий, приедет полиция и запустит расследование. Хорошо. Так, это ваши текущие денежки, 10 тысяч, чтобы тратить на новые айтемы. Так, это таймер следующей волны, видимо, посетителей. Показывает, сколько их будет. Ага. Количество душ, которые вы получили. Либо в виде ловушек, либо... Короче, либо за счет того, что гости попали в ловушку, либо за то, что вы вызвали у них сердечный приступ. Они автоматически будут помещаться в коллекцию. Так, это что такое? Это заяц? Можно душу заяца забрать? Количество душ, которые так вам нужны, чтобы заплатить дьяволу. Вам нужно получить минимум, чтобы попасть в следующую локацию. Количество костей, которые вы собрали. Они используются вместе с зубами, которые вы собрали, чтобы открывать новые айтемы. Если их не собирать, они пропадут и больше вы их не увидите. Ага, хорошо. Так, если вы готовы, можете нажать здесь и призвать их. Ага, я не готова. Так, это меню сохранить. Ага. Move the camera, это мы уже поняли. Zoom in, zoom out, да. Крутить. Нажмите tab, чтобы попасть в меню. Так, какие-то подробности о гостях, это можно нажать на гостя и увидеть. Гости будут приходить волнами, и вам нужно пугать их до смерти, стратегически расположив ловушки и декорации. Хорошо. Каждый гость... У каждого гостя есть или нет какой-то определенной фобии? Можете узнать о них, кликнув на гостя. Да блин, дайте поиграть! Сколько можно читать туториал? У ловушек и у декораций есть атрибуты фобий. Там, короче, будет написано. Хорошо. По мере того, как гости будут более напуганы, вы будете получать репутацию страха и очки. Так, надо будет тратить часть репутации страха на улучшение существующих ловушек. Апгрейд есть. Так, двигать предметы можно после того, как они размещены. Можно будет после того, как счетчик волны будет на 50%. И все? Типа мне все рассказали и все, да? И занимайся теперь. Опа, это бассейн? А вот здесь вот что-то явно спрятано. Так, у меня тут осталось 5 минут. А можно на паузу? Подожди. Давай пауза. Давай сначала разберемся. Так. Ну давайте хоть что-нибудь сначала построим. В целом, если у нас гости будут заходить... Так, это только стены. А это пол. Ага. 30 баксов. У меня, блин, деньги еще ограничены. Так, это бочки могут упасть. Громко. Ага, это ноги. Из них кровь течет. Это труп подвешен. Так. Это у меня пока закрыто. Это просто труп лежит. Змеи. Паутинка. 50. Змеи 1200. Труп 250. Какой труп 150? Вот это, блин, 1200 тоже стоит. И бочки 1000 стоят. Нифига себе. Так, кровь на полу. Угу, угу. Ну, по-хорошему, вот насколько я была в комнатах страха, да. В чем прикол комнаты страха? В том, что ты идешь по заранее спланированному маршруту. То есть тебе надо построить такой лабиринт, типа, чтобы у тебя гости не разбредались. Это не музей. Они не должны подходить к экспонатам и пугаться. Они должны идти по четко, как бы, вот, созданному тобой маршруту. Поэтому нам понадобится что-то, что, в общем, нам поможет. Так, ротат. Ага. Ага. Так, у меня тогда вот будет такая вот... Первая комната, скажем. Надо будет, наверное... А есть как-то декорейшн какой-нибудь для стены. Какой-нибудь декорейшн. Для пола. Так, ну страшный пол надо. Страшный такой. Некрасивый. А, это такой есть у меня? Подожди. А-а-а. Я поняла. А, это дает какой-то очки страха? Тут очков страха ноль. Нафига я на это трачу деньги вообще? Давайте обустроим первую комнату и просто посмотрим, что будет. Мне просто казалось, что должен быть какой-то еще декор в плане стен. Ну, типа, стены же надо... Так, свет. Это сверху, да, такой? Ну, свет должен быть, но такой немного. Типа, вот одна лампа пусть висит. А это в полу, что ли? Ну, вот так, нормально, да. Декор стен какой-нибудь. Мне в стену-то надо покрасить в какой-то страшный, а то это просто видно, что это фанера. Что за это самое? Обман какой-то. Заходишь, тебе не страшно, блин, это фанера. Так, ну смотри. Синяя зона это то, куда должны входить люди, чтобы эта штука триггернулась. Соответственно, я могу вот так, типа, расположить. Они сразу заходят и их сразу придавливает бочками. Кажется, план надежный, как швейцарские часы. Тут просто всех, кто будет заходить, будет бить бочками. Так, еще вот это вот мне понравилось. Прям понравилось, да? Смотри, они все будут проходить здесь. Чтобы выйти в следующую комнату. И на них на всех будет капать кровь. Угу. Так, здесь я поставлю кровь на полу. Ну, просто. Типа, сразу заходят, сразу кровь на полу. Сразу, как бы, что-то не то. Так, кусты, ковер. Ковер, да. Ковер нужен, конечно. В любом хорроре должен быть ковер. Так, цепи. Горголь. Горголь я. Горгуля. Холодильник. Нет, холодильник, кстати, вообще не пугает. Холодильник, наоборот, радует. Давай цепи повесим. Цепи вот так же, над ковром, да? Декор. И, типа, вот здесь, например, тоже цепь повесим. Так, тихо. Не мешай. Блин, ну мне не нравится, что здесь этот самый... Что здесь фанерка. Это некрасиво. Так, хорошо. Тогда смотри. Они, значит... С первой комнатой мы разобрались. Теперь нам нужна вторая комната. Они пойдут... Значит, заходят сюда. А, вот другие... А-а-а-а. Так, здесь у меня что будет? Здесь у меня будет напугивание. Вот. Здесь у меня будет везде паутина. Они в нее будут наступать. Это будет паутинный коридор. Мне надо, чтобы они через змей прошли обязательно. Давайте, короче, мы вот эту комнату сейчас пока огородим. Мне кажется, что вот так должно быть... Просто посмотрим, какой эффект будет. Если у нас умрут сейчас все и приедет полиция, будет нехорошо. Все, я запускаю. И, соответственно, следующую волну мы вызываем. Дьявол хихикает. А где люди? Они должны там что-то приехать? Где-то на автобусе? Что? А, вот они идут, смотри. А почему они все так странно выглядят? Уникальный Мерфи. Лейк Смит. А, Юник это его фамилия, да? Факт Дис Плейс, он думает. Так, а как мне от вас отключиться? А, просто по ним щелкать, да? Ладно. Сейчас мы посмотрим. Так. Ну? Блин, у них там еще есть этот. Так, этого что-то, я смотрю, ничего не пугает в этой жизни. Там змеи. И труп. Так, все, вот этот сейчас кончится. Прям в моем этом. Все, отлично. Один пошел. Второй пошел. Этот пошел на выход. В смысле ты пошел на выход? Ты должен был умереть. Он такой, через все ловушки такой, я погнал. Так, а вы что так медленно идете? У вас вторая волна? Что? Что? Что с вами не так? Так. Что-то эти какие-то не пуганые. Хотя нет, вот этому паутины не нравится. Ребят, мне нужно 20 душ. Делайте, что хотите. Так, все, один закончился. Этот на выход. А что, типа слишком страшно? А, кости надо же собирать, блин. Я и забыла. Эти на выход идут. А что значит, что они идут на выход? Тебе не понравилось, что ли? Или что? 46 зубов, 268 костей. А, нет, вот один не дошел. А этот сбежал. А, ну ничего. Ничего. Следующая волна, давай. Или я не могу ждать следующую волну, пока он не уйдет. Так, все проезжают куда-то. Так, ну уровень страха вот у меня. Я могу что-то на 405 костей купить? Могу. Не могу. А, все. Вот это могу купить. Все, зашибись. Страшные руки. Боязнь касаний. Вот, отлично. Так, мне нужно поставить... Вот так сделаем. Так, что я еще могу купить? 750. О, нормально, нормально. Ага, ага. Эту сделаю вот так. Все сюда будут заходить. И здесь скелет такой. Опа! И дергает тебя за что-нибудь. Так, все. Следующая волна. А почему я не могу вызвать следующую волну? Мне говорили, что можно гол нажать и норм. Шесть минут надо ждать. Прикольно, конечно. О, вот это, кстати, прикольный вид. Можно самому посмотреть, что там у тебя. А как я... Подожди, как я здесь... Как я здесь оказалась? Pointed House. А как мне выйти из этого режима? Я, блин, не посмотрела. Блин, ну, кстати... Кстати, норм. Тут, наверное, на вывеске можно что-то написать. Sign Type. А, ага. Не понимаю, что я выбираю. Ну, ладно. Так, здесь вот пропавшие люди. Они пропали в моем этом? Блин, я сейчас зайду и испугаюсь сама. Ну, фанерные стены. Фанерные стены портят весь антураж. А-а-а. Блин, ну страшно, да. Я дальше не пойду, мне страшно. Как выйти из этого режима? Ага, все, понятно. Нет, сейчас меня там напугают руки. А ну мне надо, блин. О, следующая волна. Все, пошли. Можно промотать, когда 50% осталось за следующей волны. Все, я поняла. Так, идут. Идут клиенты. Главное собирать кости. И зубы. А, можно же быстрее. Че я, блин, жду, пока они дойдут-то? Еще быстрее. Так, первый пошел. Бочки никого не пугают. Я, блин, поставила все на эту забавушку. Они не выглядят, как обычные посетители. Так, и че, никто не умер, что ли? Э! Это какие-то тертые калачи. Так вот, вот, типа, страшно. Сейчас полиция приедет, блин. Эй. Будет проверять. Тут кости валяются. У меня никто не умер. Че-то вторая волна какая-то неудачная. Либо это какие-то более серьезные личности. Они такие, типа, нас змеи и трупы не пугают. Либо, как бы, я че-то не понимаю. Они че-то... Может, скелета еще сюда бахнуть? Так, типа. Ладно. Сейчас, главное, чтобы полиция не приехала. Там сказали, что нужно тратить эти баллы на то, чтобы что-то, что-то там, на что-то тратить. Ждем следующую волну, че. Не понимаю, почему они не умерли в этот раз. В комнату страха ночью, конечно, ходить. А у меня комната страха прям реально просто даже не в парке развлечений, просто чуть ли не в жилом доме. В жилом квартале, да? В спальнике. Как страшно. А вот это что за голубятня у меня тут? А, туда фиг пройдешь. А, нет, пройдешь, смотри. Понятно, там тоже труп. Ой, блин, нет, нет, нет. Что, что? Мужчины... Гражданин, полицейские, у нас... У нас все нормально, у нас все легально. У нас легальный бизнес. Заходите, пожалуйста. Посмотрите, ни одной кости нет, никто тут не умирал. Это выдумки все злопыхателей. Мы только открылись. Блин, если я сейчас запущу следующую волну, и полиция это увидит, наверное, не очень хорошо, да, будет? Не, они там умрут. Прямо на глазах. А, полиция перевернулась, смотри. Они ехали на вызов. И влетели в голубятню. Все понятно. Там и лежите, пацаны. Так, следующая волна. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Я надеюсь, ребята, что вы как бы более... ...не приспособлены к ужасам. ...чем предыдущая команда. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. А что случилось сразу? Что-то они все умерли вместе на входе. Кроме вот этого пацана. Он просто на выход идет. Очень целенаправленно. А что случилось? Вам не понравилось что-то? Что ваши друзья умерли у вас на глазах, может быть? А, вон, по стене, по фанерке, блин, течет вода, да. Страшно. Жесть. А что случилось? Может, он умер, не дойдя до дома? Так, ну я собрала 12 душ, мне нужно 20. Ждем следующую волну. А, вот они уже пришли. А ты это кто? Ты кто? Ты проверяющий? Что это за красный этот? Это человек из игры в кальмара. Он, смотри. Инспектор, блин. Посмотри, там вода по фанерке течет. Вон, смотри, красные пацаны пришли. Это, наверное, более жесткие. Так, этот застрял и не может пройти. А, все, прошел нормально. Не, эти не пугаются. Так, последняя волна идет. Что, что я не пройду эту демку? Потому что из этих никто не погиб. Ну, эти вообще не шуганы, да. Они уже готовы. Они читали отзывы, небось, обзоры смотрели у ютуберов на мою комнату страха. Им что-то горит. Гейм овер. Почему? Почему? Что я сделала не так? Я сгорела в адском пламени, короче. Спасибо за то, что поиграли. Скоро будет ранний доступ. И, в общем, вот это все самое. Слушайте, ну, в целом, в целом неплохо. Мне понравилось. Я вообще люблю тайкуны. Ну, точнее, я в детстве очень много в них играла. Поэтому есть в них некоторое очарование. Напишите, как вам играют. Я думаю, что я подпишусь на ранний доступ. Посмотрю, что там еще разраб придумает. Этой игре определенно стоит дать шанс. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на Донейшн Лердс в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.